у нас тут вчера целый день дождик поливал но и вот воды маленько прибавилось и вот нет буквально тут как говорится настоящая бурлящая река такого я тут не видел еще ни разу туда вниз конечно сейчас по водопаду идти как это говорится наверное небезопасно но люди там все равно ходят вот там один дядька оттуда с собакой вышел ну не знаю что я могу тут сказать природа вопрос конечно зачем мне туда вообще лезть если там можно подскользнуться и вляпаться ну и потом она куда дальше вниз сливается но я говорю туда сейчас идти небезопасно это нужно эти хорошие там ботинки туристические и конечно же там палку нужно с собой этот брать какую-нибудь такую хорошую острую как это говорится чтоб пройти можно было здесь вот один дядька стоит это с телефоном непонятно что он тут делает то ли рыбачить собрался в этой спецодежде то ли он тут этот охотник то ли еще чё то ли просто фотограф то ли просто турист любитель не знаю чё тоже на меня смотрит так подозрительно они вот такой же этот такой же этот сказочный как и я с камерой решил этот фото решил это чудо природы заснять ну вот вчера я сюда спускался между прочим столько воды здесь не было сегодня чуть-чуть прибавилось хотя конечно до критического уровня тут очень далеко здесь вот ступеньки хорошие бетонные причем они чистенькие так что идти по ним абсолютно безопасно водичка вон журчит ну и туда дальше сливается вот обычно вот это вот дорожки с правой стороны и с левой они обычно сухие а вода бежит обычно по этому желобу но вот сегодня получается воды чуть-чуть больше вероятность конечно того что вода пойдет через мост скажем так равна нулю ну а с другой стороны моста я бы сказал что тут ходить вообще небезопасно потому что если тут вот так вот подскользнешься и туда вон покатишься там вот этот вот ручей там вот он бежит если подскользнешься и покатишься то как говорится будешь катиться там на попе до самого конца обязательно что нибудь при этом поломаешь перед самим туннелем там это ступеньки между прочим бетонные хорошие а здесь вот этот участок почему-то никто его не стал ни облагораживать ни вообще никак могли хотя бы сюда обыкновенно гравий привести ну это как говорится природа как она есть грязь корни лужи вот сюда тоже ведет хорошая тропинка очень любят ее велосипедисты тут как раз тоже самое как говорится грязь и муже но простые люди здесь ходят редко только тогда когда сухо это не основная дорога это именно дорога для велосипедистов для любителей острых ощущений ну а те кто ведет пешком те конечно обходят такие красивые места но к сожалению ничего интересного показать больше не могу здесь вот написано здесь вот написано Дихезлахер Вассерфелле тут вот один дядька сфотографировался в каком-то девятьсот лохматом году а девятьсот четвертый год это почтовая марка ну ладно ну ладно конец в таком-то девятьсот к в таком-то в таком-то